Привет! Ты на самом лучшем и самом скромном канале о головоломках IQ100500. Тут я показываю разные интересные головоломки и рассказываю, как их решать. Как и обещал в прошлом видео, я покажу головоломку от чешского дизайнера Вашика Скопека. Ссылка на прошлое видео вот тут, если тебе интересно. Там я показывал брутальную головоломку, которая выглядела как гаечный ключ. Такой хорошо использованный старый гаечный ключ. Эта головоломка выглядит не менее брутально. Она очень тяжелая. Вес этой головоломки, наверное, больше килограмма. Выглядит она как кусок какого-то металла, полого внутри. С одной стороны вот такие вот штыречки с кольцами на конце. Причем каждое следующее кольцо вставлено через предыдущее. И с этой стороны на конце веревочкой ключик. С другой стороны этой головоломки замок, который держит вот такую вот крышечку. Когда открывается замок, снимается крышка и внутри открывается большая полость. То есть, по сути, эта головоломка содержит в себе две головоломки. Во-первых, веревочную головоломку, где нужно достать веревку из вот этой вот хитрой конструкции, чтобы открыть замок. Иначе ключ не дотягивается. Ну и вторая головоломка, которая здесь находится, это коробка с секретом. То есть, открыв коробку с секретом, можно посмотреть, что внутри. Пространство внутри достаточно большое. Туда без проблем влазит мой Samsung S7. А если сложить их стопочкой, то туда войдет, наверное, 4-5 телефонов таких. То есть, достаточно большая полость внутри. Если ты хочешь использовать вот такую вот брутальную коробку в качестве подарочной упаковки другу, то достаточно будет интересный подарок. Где купить такую головоломку, я не скажу, потому что это уникальная головоломка, которая существует в единственном экземпляре. Но я размещу ссылочку в описании на сайт дизайнера этой головоломки. Если ему написать письмо, то вполне возможно он сделает еще одну копию или сделает еще какую-нибудь более интересную и лучшую головоломку, чем эта. Если ты хочешь посмотреть решение этой головоломки, то я его сейчас покажу. Но помни, один раз увидев решение, его невозможно будет забыть, и тем самым ты испортишь себе удовольствие от поиска решения самостоятельно. Головоломка достаточно сложная и долго решается, так что наберись терпения и приступим. Первое, что нужно сделать, это взять веревку и продеть ее через первое кольцо. Вот так вот. Вытягиваем веревку вверх максимально. И следующее, что нужно сделать, это веревку пустить вокруг всех колец. С одной стороны и с другой стороны точно так же. Теперь затягиваем веревку и нужно ее теперь вытянуть из второго кольца. Вот так вот. И пропустить вот так вот под низ первого кольца и вокруг первого кольца. И вот веревка у нас уже вышла из одного кольца. Теперь проделываем все то же самое со всеми остальными кольцами. То есть пускаем веревку под это кольцо. Наверх. Обходим снова первое кольцо вот так вокруг. Теперь тянем максимум веревку на себя. Опускаем ее на втором кольце вниз. И теперь вытягиваем ее и пускаем вокруг первого и второго кольца. Вот веревка уже переместилась ко второму кольцу с этой стороны. Теперь опять же через кольцо пропускаем веревку и вытягиваем ее вверх. Снова пропускаем через все кольца, которые слева остаются. Просовываем через второе кольцо. И снова обходим первое кольцо вот так вот вокруг. Теперь вот тот момент, когда можно запутаться. В среднем кольце до этого у нас веревка шла через кольцо. Теперь нужно эту веревку запустить вниз и выйти через второе кольцо вверх. И опять пустить через первое кольцо вокруг. Точнее не через кольцо, а вокруг кольца. Можно потянуть на себя и теперь обойти вот три кольца. Вот веревка теперь у нас переместилась уже с первого колышка, на котором она держалась изначально, на второй. Теперь делаем все то же самое, как и при обходе первого колышка, только уже со вторым. Соответственно веревочку поднимаем так, чтобы она вышла. Изнутри кольца второго справа, вот так. И ведем ее вокруг трех колец. Затягиваем, выводим ее через второе кольцо под низ первого, обводим вокруг первого. Опять затягиваем, теперь через второе кольцо вытягиваем ее наверх второго кольца. Это достаточно сложно делать. И теперь обходим опять первое кольцо, веревку опускаем вниз и обходим вокруг двух колец. Вытягиваем максимум веревку, теперь мы уже зацеплены только за третий колышек, не за первое два. То есть по сути все решение сводится к тому, что нужно проделать одни и те же движения, но с каждым ходом их становится все меньше и меньше. Теперь третье кольцо, опять же поднимаем веревку, пропускаем ее через третье кольцо и обводим вокруг второго и первого кольца. Потом просовываем снизу через второе кольцо, проводим под первое и обводим первое кольцо и вытягиваем. Вот уже веревка у нас цепляется только за четвертый колышек и опять все то же самое. Веревку через кольцо выводим вверх, обводим вокруг первого кольца. Вытягиваем веревку и все, ключ свободен. Теперь можно приступить к открытию самого замка. Как я и говорил, замок тут самый простой, самый обычный, поэтому дальше уже ничего интересного. Головоломка по сути вся решена. Вставляем ключ в замок, проворачиваем. Замок снимается и здесь есть заглушка, которую держит замок. Ее достаем и оказывается, что внутри есть огромная полость. Как я и говорил, туда очень запросто помещается целый большой телефон и прячется там без проблем. Вот так. Собирается головоломка точно так же, только в обратном порядке. Ставим эту заглушку, вставляем замок, закрываем замок. Ну и дальше переходим к самому интересному, к тому, чтобы веревку зацепить назад на все вот эти вот колышки. Берем веревку, обводим ее вокруг первых двух колец, вот так, и просовываем под низ второго кольца. Точнее, снизу вверх на втором кольце и обходим вокруг первого кольца. Вот мы уже зацепились за второй колышек. Теперь все то же самое. Под низ третьего кольца вставляем веревку, поднимаем через второе кольцо и обводим вокруг первого. Вытягиваем, заводим вниз и теперь снова обходим вокруг двух колец. Веревка у нас уже оказалась на третьем колышке. Дальше снова под веревку через четвертое уже кольцо протягиваем вверх. Четвертое и третье кольцо обводим вокруг первого-второго, вытягиваем. Теперь под вторым, снизу, через второе кольцо, снизу вверх проводим веревку, обходим первое кольцо. Здесь нужно внимание всегда обращать, куда и откуда идет веревка. Здесь она у нас шла через низ, снизу вверх в третьем кольце. Когда мы ее вытягиваем, то следующее движение у нас будет пропустить ее вверх через это кольцо. То есть вокруг кольца, не в кольцо, а вокруг кольца и вставить во второе кольцо. И теперь обойти вокруг первого кольца. И теперь вытягиваем веревку и уже обходим сразу три кольца. И веревка у нас уже зацепилась за второй колышек справа. То есть остается все меньше и меньше шагов. Следующий шаг это опять же через это и это кольцо. То есть первое, второе, справа протягиваем веревку. И обводим сразу три кольца слева. Тянем веревку на себя. Сейчас ее поднимаем через второе кольцо. И обводим вокруг первого кольца. Дальше мы на третьем кольце, у нас веревка сейчас идет вокруг кольца. Мы ее затягиваем и теперь уже пускаем ее внутрь кольца. Внутрь третьего и второго. И поднимаем вот здесь вот вверх. И обводим вокруг первого кольца. Вытягиваем веревку, опускаем ее на вот этом колышке вниз и обводим вокруг двух колец. Теперь вот на этом вот четвертом кольце веревка у нас шла внутрь кольца. Теперь мы ее опускаем и в этот раз пускаем вокруг кольца вверх через третье кольцо, через центральное. И дальше вокруг первого и второго кольца. Получается, что веревка у нас тут идет такой вот волной через каждое кольцо, вверх-вниз. Теперь вытягиваем ее максимум вправо и заводим через внутрь второго кольца и вокруг первого кольца. Теперь она у нас оказывается вот на этом колышке. Опять же, она здесь прошла через внутреннюю часть среднего кольца. Теперь вокруг третьего кольца обводим и заводим во второе кольцо и вокруг первого. Натягиваем веревку и обводим вокруг всех колец. И веревочка и ключик оказываются на исходной позиции, с которой начиналось решение этой головоломки. Вот такое вот достаточно длительное и сложное решение, хотя и достаточно интересное. Если тебе нравится эта головоломка и понравилось мое видео, то ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы первым видеть мои новые видео. И если тебе есть что-то сказать, можешь написать об этом в комментариях.